ну что продолжаем наши движения и так нам нужно поговорить о том как же нам на практике современных условиях именно вот сейчас и здесь именно таким какие мы есть нам исполнить то что мы знаем то что мы знаем теории да мы знаем что человек образ божий что главное дело его жизни это стремление к богу соединению с ним главное дело его жизни это его молитва и в этом суть человеческой жизни в этом его философия человека в этом его религия и как нам вот как как сообществу людей как обществу мы же не живем поодиночке как нам осуществить это на практике именно сейчас ну сначала нужно поговорить конечно о том что значит сейчас что за эпоху мы переживаем где мы сейчас находимся то есть нам надо знать где мы сейчас куда нам надо попасть и тогда мы можем построить путь и выяснить что же нам делать конкретно на практике мы сейчас переживаем переживаем последние последние времена в истории человечества эпоха как говорят апокалипсиса апокалиптическая эпоха эпоха великих потрясений и вот как сказать последний агония человечество последний агоний осталось совсем немного я много раз об этом говорил своем курсе повторюсь еще раз представьте себе что вот осталось от всего года 6 часов до полуночи до нового года осталось 6 часов вечера под новый год от всего года вот что делать когда знаю что что скоро все закончится надо написать завещание надо написать завещание да вот человек окончается же ему нужно привести свои дела в порядок и какие-то последние самые важные слова сказать выразить свою жизнь до выразить что для тебя было самым главным самым важным зачем ты жил ты собственно чему бы ты хотел чтобы чтобы другие научились скажем так от тебя вот и вот нам как сообществу как обществу людей живущих в россии да нам надо подумать что же что же мы бы хотели как как россияне а уж тем более русские люди что хотели бы сказать всему миру напоследок вот конечно мы все мы все именно вот жили не так как следовало и и каждый из нас в отдельности и целые страны народы раз уж мы пришли к такому к такому жалкому и ужасному концу который нас ожидает ближайшие месяцы и годы значит мы жили совершенно неправильно мы должны это признать прожили мы совершенно извращенно свою жизнь не так как как должны были вести себя существа и являющийся образом божиим нет в нас похожести на этот образ нас на на свой оригинал не похожи мы на бога и прожили мы совсем не так как как надо было что же нам делать под конец вот как сегодня мне сказал наш религиозный философ российский что же нам делать читать книги сказал он и уйти в веру конечно какая книга самое главное это евангелие евангелие ну а для нашего времени еще апокалипсис святого апостола и она богослова раз уж мы живем в эпоху апокалипсиса эпоху перед открытым воцарением антихриста до самого самого злобного самого вопиющего уклонения от правильной жизни конечно нам надо читать апокалипсис своей жизнью тоже читать его то есть своей жизни применять то что мы там вычитаем во первых нужно уже распроститься вот с этими мечтами о том что будет когда-то еще там спокойные времена спокойная эпоха когда мы поживем когда мы поживем будем как это жить да поживать нет такой эпохи больше не будет уже все вот впереди очень очень неспокойное время очень быстрое к тому же время историческое течение исторического времени очень очень ускоряется очень быстро ускоряется то есть она ускоряется быстрее быстрее вот что бы мы хотели как как россия до сказать напоследок всему миру как как помочь им уйти в веру как помочь всему миру тем кто еще может кого еще есть желание да одуматься и прийти в себя напоследок да как россия могла бы всему миру помочь уйти в веру перед концом перед концом жизни зная что мы живем в эпоху апокалипсиса в эпоху последних последних испытаний в эпоху последнего выбора между добром и злом между богом и и антихристом между богом и сатаной вот об этом вот об этом наш курс тоже вот она и об этом об этом мы говорили мы говорили откуда откуда мы могли бы сказать это последнее слово так чтобы все нас услышали ну причем даже как сказать не на не не силком с интересом насильность мил не будешь надо как-то вызвать интерес у людей вот ладно вспоминайте вспоминайте это в курсе у нас было вот вам домашние задания давно давно не было никаких домашних заданий